Здравствуйте! В последнее время к нам стало поступать огромное количество обращений и жалоб на организацию детской летней оздоровительной компании. В основном люди жалуются на снижение размера компенсации стоимости заветной путевки. Еще бы! Субсидии из регионального бюджета по сравнению с прошлым годом уменьшились более чем на 35 миллионов рублей, что, конечно же, не могло не сказаться на организации летнего отдыха детей из Архангельской области. Хотя буквально на той неделе к нам поступили дополнительные финансовые средства из федерального бюджета – почти 65 миллионов рублей. Но они, как выяснилось, имеют целевое назначение – на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И тут ожидаемо возникли сложности. Средств, изначально предусмотренных в областном бюджете, объективно не хватает. Муниципальные образования Архангельской области получили субсидии на порядок ниже прошлогодних. Например, город Архангельск недополучил более 10 миллионов рублей. В Северодвинск – около 7. В Новодвинск – более 2 миллионов. Субсидии остальным также существенно снижены. Вот и вынуждено муниципальное образование идти на сокращение уровня компенсации. И дело, похоже, может дойти даже до серьезных конфликтов. Например, в Новодвинске. По моей информации, на днях новый глава подписал постановление, которым внес изменения в порядок предоставления мер соцподдержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей. По сути, снижены предельные размеры компенсационных выплат для отдельных категорий. Причем самое опасное тут, как удалось выяснить, то, что некоторые родители писали свои заявления еще в рамках прежнего порядка, то есть с прежним уровнем компенсации. Но теперь, с учетом подписанного на днях постановления, компенсацию они могут получить уже в уменьшенном объеме. Согласитесь, вряд ли это их обрадует. И подобные проблемы не только в Новодвинске. Похоже, из этой ситуации правительство Архангельской области видит лишь один выход – полностью и грамотно использовать субсидии федерального бюджета вкупе с областным. На поступившие 65 миллионов планируется закупить не менее 4 тысяч путевок в лагеря Сочи, Туапсе и Анапы. Причем путевка будет предоставлена абсолютно бесплатно. И, как утверждает правительство, лагеря предварительно осмотрят представители профильного министерства. Но напомню, эти путевки будут распределяться отделениями соцзащиты и исключительно среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Хотя, как утверждает заместитель председателя правительства, под трудную жизненную ситуацию при желании можно подтянуть чуть ли не каждого ребенка. Таким образом, бесплатные путевки, закупленные на федеральные деньги, смогут получить многие. Соответственно, испадет большая часть нагрузки на областной бюджет. Правительства уверяют, что при грамотном распределении и помощи родителям со стороны местных администраций и отделений соцзащиты, можно будет удовлетворить максимальное количество заявок. Ведь, исходя из грубой математики, общее финансирование летнего отдыха детей в 2016 году увеличилось. В правительстве вообще говорят о планируемом, серьезном увеличении общего количества детей, отдохнувших в этом году. По прогнозам, оно может достигнуть 60 тысяч, что на 10 тысяч выше прошлогоднего показателя. Но тут тоже есть своя ложка дегтя. Да и не одна. Во-первых, цифры внушительные, но они ниже средних по России. Во-вторых, порядка 60% детей отдыхали или будут отдыхать на так называемых пришкольных площадках. Но какой же тут, согласитесь, полноценный отдых, когда ребенок посещает свою же школу, никуда при этом не выезжая? Ну и в-третьих, планы людей, отвечающих за организацию детской летней оздоровительной компании, амбициозны и понятны. Но где гарантии, что финансовые средства федерального, областного и где-то местного бюджетов удастся грамотно распределить и удовлетворить все поступившие заявки? Причем удовлетворить их желательно по максимальному уровню, установленному распоряжением того же правительства. То есть 802 рубля в день для лагерей, находящихся в Архангельской области, и 600 рублей за ее пределами. Как я уже отметил, правительство Архангельской области, похоже, видит лишь один выход из сложившейся ситуации. Максимально и грамотно использовать федеральные средства вкупе с областными. Но нам кажется, что выбор единственного пути здесь неоправданно рискован. Организация полноценной детской летней оздоровительной компании – очень важная задача власти, и рисковать тут не стоит. Поэтому мы с коллегами уже внесли свое предложение – поправку в областной бюджет, согласно которой субсидирование детского отдыха должно выйти на уровень прошлого года, на 35 миллионов больше. И тогда с учетом средств, поступивших из федерального бюджета, компания вообще должна пройти без каких-либо проблем. А если наши опасения окажутся не совсем оправданы, то оставшиеся финансовые средства мы также распределим на другие важные социальные нужды. Надеюсь, региональное правительство и депутаты нас поддержат. Повторюсь, но детскую летнюю оздоровительную компанию провалить нельзя. И все сейчас в руках депутатов областного собрания. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok